Фотовыставка Екатеринбургского священника открылась в реабилитационном центре для людей с ментальными нарушениями. На снимках отца Дмитрия Ваулина, клирика Свято-Пантелеймоновского храма, можно увидеть красоты уральской природы и зарисовки из паломнических поездок. Все фотографии – это отражение внутреннего мира автора, и обращены они прежде всего к человеческой душе. Надежда Калинина продолжит. Ради этой фотографии два с половиной часа под проливным дождем проводишь до того места, где можно от него хоть как-то скрыться. Из трех тысяч работ отцу Дмитрию Ваулину пришлось выбрать лишь 30, но зато с уверенностью можно сказать, что в экспозицию отражения попали лучшие снимки автора, сделанные за 7 лет. Сейчас фотографии можно увидеть в Центре лечебной педагогики и социальной терапии «Росток», хотя первоначально эти снимки были сделаны только для семьи отца Дмитрия. Моё служение связано чаще всего с каким-то многолюдным собранием, и бывают такие редкие моменты, когда я имею возможность выезда, допустим, на природу или оказаться в каком-то другом месте. И не всегда мне хватает моей семьи, и не хватает того, чтобы поделиться тем моментом, тем случаем, который пришлось увидеть, удалось запечатлеть. В Центре «Росток» занимаются взрослые люди с ментальными нарушениями. Для них искусство – это один из методов реабилитации. И воспитанники Центра учатся не только воспринимать мир во всем его многообразии, но и сами могут почувствовать себя творцами красот. С ребятами нужно заниматься регулярно. Одну и ту же работу с ними можно делать два, три, пять раз, чтобы у них отложилось. А ребятам, по-моему, очень важно, нашим ребятам, находиться в атмосфере какой-то красоты, духовности, возвышенности. У них появилось чувство цвета, чувство композиции, они не боятся красок. Также ребята занимаются в классе деревообработки. И, что особенно важно, учатся быть самостоятельными не только в творчестве, но и в быту. Так Игорь, увидев съемочную группу, предложил сделать гостям чай. Здесь, прежде всего, они учатся общаться, социализация, учатся готовить, стирать, убирать. Ну, естественно, искусство. Без искусства у нас нет в жизни. Я считаю, что каждому человеку надо давать возможность, вот насколько бы у него не были тяжелые диагнозы или вообще какие-то отклонения, ему нужно давать возможность жить в обществе неизолированно. Однозначно. Тогда у них есть развитие, продвижение и вообще будущее. Для людей с особенностями развития, как никому другому, важно поверить в собственные силы. И уже сейчас их творчество выходит за стены реабилитационного центра. Работы воспитанников реабилитационного центра «Росток» также могут увидеть посетители библиотеки имени Герцена. Организация подобных выставок для ребят является хорошей возможностью для социализации в обществе. Осваивая сложные техники батика, работая с акварелью, гуашью и пастелью, люди с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями могут выразить себя и рассказать о своем мире так, как не всегда смогли бы передать словами. И именно готовность поделиться увиденной красотой с ближним и объединяет работы воспитанников «Ростка» с фотографиями отца Дмитрия. И, может быть, в будущем снимки батюшки вдохновят ребят создавать свои фотоработы.